таинственных и изощрённых преступлений. В 21.00 следим за интригой и убеждаемся, что наша Мария Сергеевна вполне способна затмить даже Шерлока Холмса. Мне очень действительно идут исторические картины. Я бы очень хотела, чтобы зритель увидел тот материал, на котором мы работали. Картинка потрясающая, великолепные костюмы. Представьте, как это трудно. За 20 лет практически мы ходим в форме, в современной одежде, и вдруг нас одевают, и очень сложно было в момент вот этого ряженых, чтобы не было. Этот момент очень трудный. Я надеюсь, что зритель поверит в то, что мы оказали в XIX веке. Ну, всё увидите. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через несколько секунд. Здравствуйте! В эфире «Вести Кировская область» в студии Денис Александров. В этом выпуске основной темы и события дня. В регионе продолжают восстанавливать мосты, разрушенные паводком. В властном ЗАГС собрании прокомментировали инцидент с расстрелом охотничьих собак. Полиция изъяла большую партию немаркированных овощей и фруктов. Праздничные ёлки и подарки. Кировщане готовятся к встрече Нового года. В Даровском районе продолжается ремонт понтонного моста через Малому у деревни Субарь. Несколько сотен человек по-прежнему отрезаны от большой земли, почту и продукты питания им приносят на руках и на санках, переходя реку пешком по льду. Когда же к людям смогут проехать машины и блокада деревни прекратится? Ситуацию разбирался Иван Швецов. 8 ноября в Даровском районе из-за резкого подъема воды в Маломе у деревни Субарь оторвало понтонный мост. В поселке живет свыше ста человек, в том числе маленькие дети. Люди своими силами организовали переправу из тонких досок. Вскоре о бедственном положении стало известно на всю страну. Понтонный мост вернули к деревне и сейчас активно ремонтируют. Но пока он не готов. Почту и продукты люди как носили на руках, так и носят. Правда, при этом не теряют оптимизма. Нормально. Всю жизнь так ходит. У меня вон каменная стена, видите, за мной ходит. Помогает всю жизнь. Да нормально всё. Всё хорошо. Мозгару построят. Жители поселка, особенно престарелые и больные, испытывают серьёзные трудности из-за невозможности выбраться за реку. Вот видите, сейчас в больницу. Как попасть в больницу? Женщина одна мучается. Сколько уже раз? Пробовала. Никак не получается в Даровской съездить. А надо в больницу. А тут человек умер. Тоже. Два человека умерли, пока у нас такая ситуация с мостом. Нету моста. Так ведь на носилках, на одеяле за реку переносили. В общем, плохо. Сейчас ремонт моста замедлился из-за объективных трудностей. Зимой короткий световой день. Долго работать не получается. К тому же лёд сковал понтоны. Несмотря на это, возведение моста через малому находится в завершающей стадии. Сейчас уже начинаем положить на стил. Ну и практически. Вот только в ответ осталось положить. Думаю, что два выходных дня сделаем. 31 и 1. 2. Начнем работать. Ну, я думаю, дней 10, то еще часу, может, 12. Так вот, примерно. Добавим, что следователи начали проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации Даровского района. Два месяца быть отрезанными от большой земли – это серьезно.